Восточные ворота Для России Не сильное экономическое процветание Не обнадеживайтесь Хватит вот эти все харизматические броватки Нам надо осмотреть в реальность, что говорит Бог Церковь не будет сильно многочисленной здесь Но это не значит, что она не будет сильной Но она будет свободно служить и нести измерение послушания и покоя И благословения в Господе Она будет здесь в покое И она будет здесь нести очень сильное служение Но не такое, как мы себе представляем Толпы и многочисленный народ Господь отдаст многие строения и места и структуры своему народу Народ Божий будет здесь жить мирно и спокойно В какое-то время гонения приостановятся Потому что здесь будет место обитания Божьего покоя Бог даст нам что-то для того, чтобы мы высвобождали это служение в воротах Чтобы мы несли измерение Потому что мы не должны отвлекаться на то предназначение для служения ворот Чтобы нам совершить свое предназначение Господь слышит их ругательство Они поносят сыновья Моава и Аммона И они издеваются над Божьим народом И Господь говорит, как они издевались над Моим народом И величались на пределах Его Господь слышит их ругательство и издевательство И величавость над нами Посему живу я, говорит Господь Бог Израилев Господь Саваоф Они станут достоянием крапивы Соленой, рытвиной и пустынью навеки Они будут как место крапивы Что такое место крапивы? Место крапивы это то, куда не заходит нормальный человек Оно не для людей Это место крапивы Туда люди не захотят общаться идти Потому что все, что там есть Это только зло, поношение, колючки И то, что нормальному человеку там делать нечего Место крапивы Это также будут соляные рытвины Делать нечего Это будет притча Они станут притчей Соль Как притча Память и будут вечной пустыней Мы прорвемся через это Мы пройдем Остаток народа моего возьмет их в добычу И уцелевшие из людей моих получат их в наследие Народ Бога овладеет ими Их достоянием овладеет Они сейчас забирают у нас дома Но мы заберем их Заберем другие вещи, более ценные Господь даст нам достояние их Потому что это Библия И мы возьмем это в добычу Мы будем брать у них добычу Это им за высокомерие их За то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа Слушайте все Особенно те, кто пришли сюда не с любовью Страшен будет для них Господь Ибо истребит всех богов земли За высокомерие, за издевательство, за величавость над народом Бога И Господь истребитель всех богов ложных Господь есть истребитель И ему будут поклоняться Каждый со своего места Все острова народов На всех островах народов Ему будут поклоняться Мы сегодня с вами Выходим Что вы мышляете Вы против Господа Он совершит истребление И бедствие уже не повторится Ибо сплетшиеся между собой Как терновник И упившиеся Как пьяницы Они пожраны будут совершенной Как сухая солома Из тебя произошел умысливший злое против Господа Составивший совет нечестивый Да, помилуй Господи, прости нас Что и из нас тоже вышли эти крапивники Наш грех, что из нас вышли злые люди Господь вменяет это нам Он судит нас за это Он нас укоряет Из тебя произошел умысливший злое против Господа Составивший в совет нечестивый Но так говорит Господь Хотя они безопасны и многочисленны Но они будут посечены И исчезнут А тебя, хотя я отягощал Более не буду отягощать И ныне я сокрушу ермо его, лежащее на тебе И узы твои разорву И поэтому сегодня мы с вами здесь на этой конференции Проходим в прорыв В исполнение обетованного Если ты только войдешь в этот вихрь Если ты действительно принимаешь это измерение Манди и Дидиа Мы входим в этот прорыв И мы входим в огонь В огонь, в котором враг не может войти Огонь это наша стихия Мы не хотим избегать огня Для нас это привилегия Мы не хотим избегать гонений Для нас это честь Хотя бы чуть-чуть вкусить сластей, страстей Христовых Чтобы получить Почувствовать, что такое предательство Почувствовать, что такое лжесвидетельство Почувствовать эти пощечины, плевки, поношения Где мы еще сможем это сделать, как не на пути Христа Я благодарен всем сердцем Врагам Благодарен Господу Даже благодарен, простите меня, даже дьяволу Что Он дал нам возможность Глубже погрузиться в Евангелие Это правда И Господь знает, что я не лгу Это чудная правда Что мы можем немножко больше постичь Евангелие Его красоту и глубинную высоту Слава нашего Господа Поэтому давайте не бойтесь этого огня Давайте не будем его избегать Мы даже не молимся, чтобы у нас Он прошел Мы проходим сквозь Него И то, что есть вот эти четыре убитых человека Для нас это честь Они пошли на небо Два брата и две сестры Им не было еще Одному только 60 было 58 58 лет Все было от 50 41 год 45 50 и 58 Два брата и две сестры Жить и жить еще Но они ушли и так Это наши братья и сестры Ходили на собрания наши Жена дала кровь Жена дала кровь Жена дала кровь Она должна дать кровь Мы говорили об этих трех временах для крови женщины Женщина дает кровь Когда девочка становится девушкой Женщиной У нее начинается обыкновенная женская Это значит зрелость Способность рождать Второй раз Когда она ложится с мужем И становится женой Кровь свидетельство Что она потеряла девственность И она становится женщиной в реальности И третий раз При родах Когда она рожает Своих детей Она всегда рожает с кровью Поэтому жена То, что сделал Лютер То, что сделал западное христианство Они забрали у жены кровь Они позволили кровь только на Иисуса Христа И сказали, что церковь не должна лить кровь Потому что Иисус уже пролил кровь Павел так не говорил Он говорил Что я восполняю недостаток Скорбей христовых В теле моем Если страдает жених Страдает с ним жена Если страдает жена Страдает муж Страдает жена И поэтому жена всегда дает кровь Всю историю церкви Всегда жена дает кровь Не было никогда Когда жена не давала кровь И Господь нас удостоил сегодня Чтобы наша жена давала кровь Это великая привилегия И для нас это знамение Что мы на правильном пути Что мы в спасении Слава нашему Господу Слава нашему Господу Слава нашему Господу